Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с директором школы бокса Сергеем Гочаренко. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как прошел прошлый год? Из-за пандемии многие учреждения не работали. Как функционировало ваше учреждение? Мы тоже не работали, к сожалению. Но это не сыграло нам какой-то минус, потому что отрицательный опыт – это тоже опыт. И вообще, как бы, все новое – это в плюс, идет в плюс. Если грамотно к этому подойти, то из каждого отрицательного опыта можно взять большие плюсы. Мы узнали, что в Магадане есть очень много красивых мест в округе, потому что мы отбегали с пацанами все, что можно было, я не знаю, в пределах, наверное, 10 километров нашего города. Вот. Мы все лето, начиная, ну вот, начиная с начала пандемии, отбегали все вокруг, как я уже сказал. Мы занимались на природе, бегали, прыгали, подтягивались на деревьях, потому что боксер… Вообще, бокс – это такой вид спорта универсальный. Нам не нужна какая-то спортплощадка, да, потому что бегать можно везде, главное было бы желание. Подтягиваться можно везде. Главное, чтобы можно было за что зацепиться и подтянуться. Сергей Александрович, расскажите о своих учениках. О них можно рассказывать очень долго, потому что каждый ученик особо талантливый и перспективный. Главное, в нем вот эту изюминку найти и развить. Но особо хотелось бы отметить ребят, которые занимаются, в частности, у нашего ведущего, старшего тренера Кузнецова Алексея Максимовича. Это два брата-близнеца князя Винтера и Дима. Они как бы наши лидеры сейчас в основной категории, венеорская считается. Хотелось бы отметить Александра Шишкина, тоже парень очень такой талантливый, подающий надежды. Он также в составе венеорской сборной. Ну и достаточно много юношей и младшей в основной категории, и старшей. Кстати, сейчас вот 5-6 год, они на выездных соревнованиях в Благовещенске. И у них сегодня третий день соревнований. Пока боксируют очень удачно и надеемся, что приедут с победой. Каким ближайшим соревнованиям готовится школа бокса? На весенних каникулах 24-28 марта наконец-то состоится юбилейный 30-й турнир, который пройдет в поселке Артукан под руководством заслуженного тренера России Шикана Виктора Саныча. Турнир памяти Вяткина. Он планировал провести прошлый год, но, к сожалению, коронавирусные дела нам не позволили это сделать. И в этом году все-таки мы его проведем. Это будет юбилейный 30-й масштабный турнир памяти писателя Вяткина. Расскажите, пожалуйста, про материально-техническую базу. Насколько школа бокса обеспечена? В прошлом году мы все-таки добились того, что мэрия пошла на встречу и в лице Гришина Юрия Федоровича до нас довели средства на обеспечение вентиляции школы бокса. Потому что лет 15, наверное, у нас не была вентиляция. Ну, потому что она пришла в негодность в определенное время. Потом ее, как бы, законсервировали, и вентиляции не было вообще. Вы представляете, на такую школу бокса, где порядка 200 человек занимается, окно открыли, проветрили, закрыли. Если летом это еще, ну, как бы, нормальный вариант, хороший воздух, свежий, прохладный, то зимой это, когда ребята все разгоряченные и холодно обжигающий воздух, это, ну, как бы, не совсем есть хорошо. Вот. Поэтому до нас деньги довели, подрядчики сейчас работают. Вот в фойе, вы видели, ставят большие конструкции, которые сейчас будут опущены в подвальное помещение. Значит, подрядчики работу ведут и на нашем этаже. Было очень пыльно, но мы справились. И надеемся, что через месяц-другой мы будем дышать полной грудью, хорошим, чистым воздухом. Это первый момент. Значит, мы также работаем сейчас и с администрацией города, и они также нам идут на встречу. И хотелось бы отметить и Абрамова Алексея Васильевича, который, значит, который нам посодействовал, пошел на встречу, и также довел на нас через особую экономическую зону, в состав рабочей группы, в которой хожу и я. Вот. Благодаря их поддержке мы сейчас будем делать ремонт в раздевалках, в двухраздевалках и фойе. Потому что, ну, как вы видите, ремонт необходим. И хотелось бы также отметить и спорткоманитет, потому что мы с ним сотрудничаем, и до нас довели сейчас миллион двести, которые также надо освоить. Мы им нашли уже применение в той части зала, наверное, вы тоже видели. Есть тенажерный зал. Там старенькое оборудование, которое уже, в общем-то, пришло в негодность со временем. Мы сейчас его полностью обновим. Закупим классные тенажеры. Новые. Сергей Александрович, вы долгое время были депутатом городской думы. Сейчас перешли в областную. Скажите, пожалуйста, как удается сочетать спорт и политическую деятельность? Когда ты занимаешься любимым делом, да, а когда любимое дело не одно, и вот немножко я коснулся политики, чуть-чуть в нее вхожу, да, и школа бокса – это мое любимое дело. Это я не считаю вообще за работу, это мое хобби. Я на работу хожу, как на праздник. И вот когда ты сочетаешь себе, то есть сочетаешь два любимых дела, то времени хватает на все. Спорт должен быть вне политики. И немножко отойдя от темы, наверняка все магаданцы знают, кто такой Валерий Попенченко. Для тех, кто не знает, я могу сказать, что это олимпийский чемпион. В далеком 64-м году на Олимпиаде в Токио он занял первое место. Первое место он произвел, мягко говоря, фурор, потому что вообще его не хотели туда вести, потому что он был нестандартный, у него была сообразная техника бокса. Но тем не менее он поехал. И по итогам результатов среди всех команд он занял первое место и был признан лучшим боксером, ему вручили Кубок Кула Баркера. То есть в любительском боксе Кубок Кула Баркера – это самая высшая награда, что вообще можно себе представить. Вот. И опять же, немножко выходя в историю, в далеком 68-м году, да, в 1968-м году, в августе месяце, сюда приехала, на магаданскую землю, приехала команда, то есть делегация в составе самого Валерия Попенченко, первого секретаря ЦЛК ВЛКСМ, а то на то время это была очень крутая должность, Евгений Тяжельников. Вот. И с ними прилетел также известный космонавт Борис Волынин. Вот. Ну и у них там, значит, была какая-то встреча, мероприятие. Вот. И на этом мероприятии, значит, Андреем Сидельниковым, на тот момент Андрей Сидельниковым был первый секретарь обкома Комсомола в Магаданской области. И он предложил в Володе провести, ну, то есть восстановление турнира на призы Валерия Попенченко. И уже спустя там два с половиной года, если быть точным, в январе месяце 1971 года состоялся первый, первый всероссийский турнир на призы Валерия Попенченко. Вот. И в этом году, в конце апреля месяца, уже состоится 50-й юбилейный турнир на призы Валерия Попенченко. Какая связь между тем, что я сказал? Вот. Значит, на этом турнире будут участвовать и мои спортсмены, мои воспитанники, которые принимают непосредственную роль и активное участие в жизни нашей партии. Вот. Комсомольцы. Поэтому очень надеемся на них, что они займут высшие ступени на пьедестале. Сергей Александрович, спасибо за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». И мы беседовали с директором школы бокса Сергеем Гончаренко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова